Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами оперный исполнитель, приглашенный солист Мариинского театра Атар Джорджикия. Здравствуйте, Атар! Здравствуйте! Атар Джорджикия – тенор, приглашенный солист Мариинского театра, является выпускником Тбилисской государственной консерватории. После ее окончания в 2013 году стал солистом Грузинского театра оперы и балета. Атар Джорджикия – лауреат 6-го международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской. В 2016 году дебютировал в Мариинском театре в партии Габриэля Адорна в опере «Симон Баканегра». За плечами артиста также выступления на сценах Большого театра, Польской национальной оперы, Театра Ла Скала, Сиднейской оперы и других. С приездом в Владивосток! Спасибо! Расскажите нам последние новости. Как вы себя чувствуете, как идут репетиции? Репетиции идут хорошо, как обычно. И я тоже вот с сегодняшнего дня себя чувствую лучше, я как-то акклиматизировался и вот могу нормально как-то вот репетировать. Здесь на Приморской сцене Мариинского театра первый спектакль, в котором вы выйдете к зрителям, это будет «Тоска». Да, именно. Я рискну предположить, что этот спектакль занимает особое место в вашем репертуаре и в вашей жизни, хотя бы по той причине, что не так давно вы исполнили его на одной из легендарнейших мировых оперных сцен – это Ла Скала. Что «Тоска» для вас, как вот здесь на Приморской сцене будет она представлена? Всегда роль Каварадоси для меня был что-то очень-очень особенное. И слава богу, что мне удалось это выучить. А, кстати, это я выучил именно из-за того, что Ла Скала пригласил меня на страховку. И получилось так, что вот этот спектакль они поставили на меня. Потом приехал мой коллега и хороший друг Франческо Мелли. И потом пришла дива Анна Натрепко. И это было, конечно, очень-очень приятно петь с ней, потому что она очень особенная. По крайней мере, для меня очень особенная. И всегда я мечтал петь с ней хоть что-то отдать, тем более «Тоску». У нее есть какая-то вот очень хорошая энергетика, которую она передает. И ты как-то… у тебя нет больше стресса, когда она с тобой на сцене. Потому что для меня было очень ответственно петь на этой сцене. И это были спектакли открытия сезона. Эта роль и будет, и есть для меня большую честью петь «Каврадоси». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вообще вы для себя отмечаете какие-то вот знаковые для вас спектакли в течение жизни? Если честно, есть роли, которые были очень, скажем так, как бы в карьере очень важные роли. Симони Буканегра – это роль Габриэля Адорна. Есть такая роль для меня, например, Рикардо в «Балмаскараде». Это тоже для меня очень такая роль. В «Реквиме Верди» – теноровая партия для меня очень… Потому что я сразу же эти роли спел именно звездами и именно вот или в открытии сезона, или, например, случилось это так. Поэтому я очень рад. Вот, например, Дон Хозе тоже. На интернациональной сцене первый раз я эту роль пел прямо в опере «Сидней». И из-за того, что я спел, к примеру, «Балмаскараде». Так что вот это все очень связано, очень приятно. Мы понимаем, что музыкальный мир за последний год во многом изменился. И сейчас все возвращается на круги своя. Вот расскажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, что изменилось? Может быть, что-то изменилось к лучшему, не только к худшему? Не знаю, что… Все соскучились за работой. Да, не только я, многие мои коллеги соскучились работать, соскучились увидеть публику в зале. Потому что пришлось и приходится нам иногда петь без публики. Чувство, что у тебя есть живые люди в зале. Это же эмоции, которые нам всегда надо. И из-за этого мы, люди, любим петь и слушать или слышать. Потому что от них идет какая-то очень особенная энергия. И для нас это большой стимул, чтобы петь лучше, чем пели, например, к началу спектакля. Да, зритель среагирует, и, может быть, ты чувствуешь себя нервно, но все потом как-то расслабляешься и думаешь, что как петь сейчас лучше, чтобы им подарить еще энергию и радость. Вот, кстати, я видела в Ютьюбе, вы принимали участие в таком, на мой взгляд, прекрасном проекте в Грузии. Это называется «Music at your window», когда вы на сцене среди жилых кварталов для людей, которые, находясь на карантине, сидели дома, исполняли во всю мощь своего голоса. Вот, кстати, я не помню, пучини вы, кажется, для них исполнили? Да. Музыка. 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 Расскажите об этом опыте. Это очень эмоциональная ночь была, потому что это был час коменданта, и после коменданта мы решили сделать этот концерт из-за того, что нет больше шума. Сидел оркестр, и все вот эти люди из корпусов, они нас слушали. И решили петь Несундорма, потому что там на самом деле никто не спал. И как-то вот хотели мы с этим сделать какую-то идею, что мы все-таки победим. Так же кончается Винчаро, Винчаро. Просто не могу передать те эмоции, которые у них были, и которые люди были очень рады и счастливы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте немножко вернемся к истокам, к началу вашего пути. Я где-то читала в прессе, что вас в свое время даже называли не просто одаренным ребенком, там вас считали вундеркиндом. Вы с детства понимали, что вы будете двигаться вот в русле творчества, музыки и всего остального? Или был момент выбора пути? С детства могу сказать, что я всегда хотел сделать что-то в творчестве. Сначала я хотел стать актером, потом я хотел стать футболистом, я занимался футболом, даже был на хорошем клубе, но просто так, не играл в большой футбол. Хотелось бы, но не смог из-за моих нескольких операций, которые я сделал. Случилось так, что я стал певцом, оперным певцом, и вчера был день рождения Франко Корелли. И для меня этот тенор один из больших стимулов. После того, как я послушал этого тенора, я подумал, что вот я не хочу петь по-другому. Если я буду петь, давай пусть буду петь как тенор. Я не хотел, потому что я начал как баритон. А в хоре, в фольклорном хоре в Грузии я пел басом. Да вы что? Да. До сих пор мы даже с моими друзьями, которые мы в хоре пели, до сих пор мы смеемся. Но это было так. А потом после Грузии, получается, вы проходили обучение в Европе, насколько я понимаю, да? В Австрии. В Австрии. Именно и там случилось так, что я встретился с одним дирижером, который в прошлом дирижировал симфоническим оркестром Вены. И он, когда на очередном, не помню, или концерте, или как это, мероприятии, он меня послушал, он сам подошел мне и сказал, «Отар, вы знаете, лучше петь для вас тенор». Я не очень тогда понимал, что это. Не знал так детально, что это. И он мне подарил как раз вот диск, до сих пор у меня этот диск дома лежит. Живые записи Франко Корелли, Норма, Трубаторе, Трубадур и Тоска. И с парами вот эта очень хорошая запись. И когда это я все послушал, я сказал, да. Вот это то, что надо, то, что я хочу, и сделаю это с радостью. Он мне предложил дать уроки бесплатные. Он сказал именно так, я дам тебе уроки бесплатные, если тебе понравится это, я еще буду тебе давать вот эти уроки, потому что у него были какие-то много учеников. Он преподавал как маэстро, как педагог вокала. Я недолго с ним занимался, правда. Но все-таки вот эти эмоции, которые как человек он мне подарил, до сих пор для меня очень ценные. Я скажу ему и сейчас, и всегда очень большое спасибо, что, может быть, он даже не думал, что спровоцирует меня к пению, к коперной пении, но случилось так, как случилось, и я очень рад. Вообще, в 2016 году, если не ошибаюсь, вы стали победителем конкурса оперных исполнителей Галины Вишневской. Да. Можно ли сказать, что это было такой мощной отправной точкой для того, чтобы ваша карьера стала развиваться более активно? Я вам скажу, в первую очередь, что меня очень радует, что я принимал участие в этом конкурсе, потому что Галина Вишневская – это легендарная певица. Если я про себя буду говорить, что я всегда хочу какие-то вещи вместе как-то в голове поставить. Вот Галина Вишневская, например, она пела вместе с Коурелли «Турандот». И для меня из-за того, что Коурелли был таким легендарным певцом, который меня как-то дал вдохновление петь, для меня честь, что я там участвовал и тем более, что я там победил. Но до этого был конкурс Франческо Виннеса. Я не спел финал, к сожалению. Мне стало плохо там, в Барселоне. Плохо почувствовались? Да у меня вообще не было голоса. В день финала я проснулся и... Так был я. У меня не было вообще голоса. И подошел, сказал, что так. Но случилось так, что был конкурс с Калиной Вишневской. И я снова встретился. Я был подготовлен. И я спел. По-моему, есть какие-то записи на YouTube до сих пор из конкурса. А вот вы сейчас сказали про пропавший голос. У меня родился вопрос. А у вас, по вашим ощущениям, в жизни больше было каких-то счастливых случаев, которые приводили стечение обстоятельств к каким-то приятным переменам? Или каких-то моментов, когда вот как с потерей голоса приходилось что-то преодолевать? Ну, в жизни бывает всякое, да? Да, понятно. И радостное, и, к сожалению, нерадостное. Но доброта и любовь. Я думаю, что это самое главное в жизни. Не имеет значения, мы поем, мы играем в футбол, или мы дальнобойщики. Не имеет значения. Потому что мы каждый день общаемся с людьми. И надо сердце заполнять любовью и музыкой. Вообще в вашем репертуаре, насколько я заметила, наверное, больше вердиевские партии, да, преобладают? Да. Есть какие-то композиторы, к которым вы хотите подступиться вот в ближайшем будущем? Таких, очень много таких. Я вот, например, я обожаю музыку Чайковского. Я помню, у вас есть Ленский, да, во время обучения, кажется? Я один раз только это пел. Я очень хочу, чтобы где-то я спел Ленского. Одна из моих первых опер, которые я, когда я даже не мог петь, это была «Пиковая дама», которую я послушал, дирижировал, до сих пор помню, это где-то 17 лет назад, «Сей Джозава», это была моя первая опера, которую я послушал и обожаю до сих пор. Музыка гениальна. Так что вот есть очень много таких, да, Ду Доницетти, там, и Пучини, там, Джордан, очень много таких композиторов и музыки. Насколько для вас важно режиссерское решение, которое будет воплощать то или иное музыкальное произведение? Вам ближе классические постановки? Вам интереснее современный взгляд на оперные постановки? Что вы любите? Мне интересны разные постановки, и не имеет значения, это классическое или не классическое. Самое главное – смысл, самое главное – гармония, самое главное – то, что хотел композитор, потому что, доверьтесь мне, лучше композитора мы не знаем, потому что то, что вы знаете, вы знаете лучше меня, то, что вы хотите, если это ваше сочинение, это так. Если вы подумали об этом, как это, а особенно Пучини, да, я сейчас тоску пою. Вот Пучини был композитор, который знал и думал, вот всякие детали у него даже там всегда написаны в ноте. Что он хочет, почему это так, и это очень логично. У него даже вот такты, когда вот есть какое-то замечание, такты так написаны, что человек, который это ставит, у него есть время сделать вот то, что он предлагает. А скажите нам, как человек, который много работает на разных сценах и с разными составами, вот как вам кажется, для того, чтобы сегодня хорошо себя чувствовать и легко входить в новые постановки, в новые коллективы, какими качествами необходимо обладать оперному исполнителю, возможно, молодому оперному исполнителю, который вот начинает свою дорогу? Можно сказать с одним словом – добрыми качествами. Так что мы должны быть открытыми, потому что мы встречаемся очень разными людьми, у всех свои идеи, у всех свои мысли, не только мы на этой планете. Так что вот надо быть открытым, надо быть полным энергии и просто добрым. И принять, подумать. Иногда вот первое, что есть иногда, да, послушать – «О, нет. Окей, пусть нет, но давайте подумаем. Давайте добро подумаем. Может быть, мы не правы иногда, да? Вот». Скажите, а у вас перед выходом на сцену есть какие-то особенные минуты, которые вы как-то… Может быть, какой-то есть ритуал? Последние минуты перед выходом, что вы обычно делаете? Последние минуты перед выходом я стараюсь быть очень веселым. Я очень нервничаю из-за этого, я стараюсь быть очень веселым. Иногда есть такое, что я думаю, что случилось такое хорошее, что я сейчас вспомнил, я посмеялся, у меня появилась какая-то добрая энергия. И это очень помогает. И даже когда вы выходите в ролях каких-то, скажем так, не самых приятных, не самых хороших персонажей? Тем более. Да, потому что это до кулисы ты должен быть как-то вот собранным. И до кулисы, не надо до кулисы играть, да? Выходишь на сцену, и ты там. Вы окончили Тбилисскую консерваторию, но сейчас уже много лет вы востребованы, как я говорила. В России вы сотрудничаете с Мариинским театром, с Большим театром. Пели в Италии, в Швейцарии. Ну, то есть, что называется, человек мира, как и всякий востребованный исполнитель. Но насколько для вас важно сохранять связь с родным городом, с родным театром, с Тбилиси? Тбилисский театр для меня родной театр, конечно. Где я вырос, где я спел мою первую большую роль, где я дебютировал. До сих пор я солист моего любимого театра. Наша опера имеет очень долгую историю. 170 лет для Тбилисской оперы – это немало. Значение очень большое и очень важно для меня. Там они, люди мои, очень меня любят, и я это всегда чувствую. И чувствовал тогда, когда я начинал. Вот самое главное – поддержку от людей. Я очень чувствовал. Они меня полюбили до того, как я, скажем так, стал где-то там певцом. Более известным, да? Да. Вот они меня полюбили от времени, когда я был студентом, и когда я пел еле-еле. Ну, старался. И поддерживали. Может быть, это вот эта эмоция, которую они мне дали, очень меня помогла. А часто приходится встречаться с коллегами, с грузинскими артистами, работая где-то за рубежом? Не часто, кстати. Потому что мир большой, а Грузия маленькая. Не, ну, тем не менее, есть достаточно имен громких. Да, это правда, и я очень с этим, конечно, очень горжусь. То, что я могу сказать, нету никакой оперы, где я пел, даже вот в Австралии, очень далеко отсюда. Кто-то знает моих коллег из Грузии, и все они говорят очень красиво, очень хорошо и с радостью. Вообще, вот такой на редкость музыкальной нации, как грузины, не может не быть целого ряда прекрасных исполнителей. Скажите, вы чувствуете некую разницу между аудиторией? Вот вы говорили, Австралия, да, это совершенно другой континент. Россия, то есть где-то больше теплоты, где-то больше сдержанности. Вы это ощущаете, выходя на сцене? Очень зависит, какой у тебя роль, как они тебя воспринимают. Вот, например, у меня был случай, когда вот Пинкертона просто не любили. Несмотря на то, что я очень хотел это оправдать, да, как роль, и я любил мою роль, и я старался петь очень с любовью, но как-то вот я почувствовал, что им не нравится вот этот человек. А это где такое происходило? Это в Швейцарии происходило. И есть для баритона очень много ролей, да, не очень таких добрых. Ну, например, Скарпио. Такая роль, что все-таки, когда человек хорошо поет, они очень хорошо аплодируют, потому что это такая роль. А Пинкертон такой, до сих пор не понял, какой. Люблю музыку, но не очень люблю исполнять эту роль. Мне лучше петь Каварадоси. В Тоске, в роли Каварадоси, совсем-совсем скоро, буквально, вот на днях вы встретитесь с приморской публикой. Я вам желаю, чтобы прием был максимально теплым. Я уверена, что он таким и будет. И я очень рада, что вы сегодня гость нашей программы. Я тоже очень рада, я очень постараюсь петь хорошо и подарить радость и любовь. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»